Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Егор Матаев. Переходим к выпуску. Дома престарелых в Алтайском крае останутся и продолжат работу. Виктор Томенко отменил постановление об их закрытии. Губернатор провел рабочее совещание с в РИО заместителя председателя правительства Надежды Капурой и в РИО Минсоцзащиты региона Михаилом Дайбовым. По словам последнего, документ готовился с начала этого года с целью повысить качество оказываемых учреждениям услуг. Однако, как выяснилось, консультации с главами и депутатами районов, в которых предполагалось закрыть дома-интернаты, не проводилось. Мнения и пожелания пациентов также изучены не были. При этом все согласования внутри правительства края проект решения почему-то прошел без замечаний. Виктор Томенко заявил, что такая организация работы недопустима. По словам губернатора, при принятии подобных решений в первую очередь нужно учитывать мнение самих пациентов, людей старшего поколения, оставшихся без попечения, а также учитывать мнение органов местного самоуправления и депутатов ОКЗС. Пенсионный возраст не ограничивает людей в возможностях. И чтобы реализовать их, не обязательно продолжать работать. Как можно сэкономить и какие услуги банки предлагают старшему поколению? Расскажем далее. В России более 40 миллионов пенсионеров, и многие из них хотят продолжать активную жизнь. Заниматься спортом, изучать иностранные языки и осваивать современные технологии. Но есть ли у них для этого материальные возможности? Согласно недавнему отчету Росстата, средний размер пенсии сегодня около 13 тысяч рублей. При этом мы помним, что значительная часть из них расходуется на коммунальные платежи и аптечные препараты. Поэтому для многих пенсионеров актуальны вопросы экономии и приумножения денежных средств. Стандартные банковские карты могут не подходить для пенсионеров. Поэтому банки стараются не предлагать старые услуги. Они разрабатывают новые, изначально ориентированные на людей старшего поколения. Этим летом Банк Восточный запустил дебетовую карту для пенсионеров. Она носит название тепло и обладает рядом полезных свойств. Прежде всего, это возврат средств, потраченных на оплату услуг ЖКХ и покупки в аптеках, а также начисление процентов на остаток средств ежемесячно. Однако деньги, как известно, далеко не самое главное. Поэтому карта тепло не только позволяет экономить и копить. Одно из преимуществ новой услуги – сервис, который помогает заботиться не только о финансах, но и о собственном здоровье. Обладателям карты тепло доступна программа «Крепкое здоровье» от компании «Медоблако». Благодаря ей клиент может получить круглосуточную телефонную консультацию по лечению, употреблению лекарственных препаратов и иным жизненно важным вопросам. Чтобы полностью пользоваться всеми преимуществами, достаточно начать получать пенсию на карту тепло. Сделать это можно без посещения пенсионного фонда. Достаточно прийти в офис банка «Восточный» по адресам проспект Ленина 100, 161, 42, улица Балтийская, 67, Павловский тракт, 251 В. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости. К другим темам. Новые имена внесли на доску почета «Педагогическая слава Алтая». Она находится перед зданием Краевого института повышения квалификации работников образования. На ней разместили фотографии победителей региональных педагогических конкурсов «Учитель года Алтая», «Педагогический дебют», «Воспитатель и вожатый года», «Мастер года», а также лауреата в губернаторской премии имени Степана Титова. «Я преподаю боевое искусство, карате-до и кабудо. Благодаря карате я считаю, что все-таки можно науку и образование ввести в спорт, потому что мне нравится писать программы, мне нравится писать, ввести журналы, все, что связано с педагогикой, именно с необходимой. То есть не просто слепые занятия и все остальное. Для меня это интересно». Свидетельство о занесении фотографий на доску почета «Педагогическая слава Алтая» педагогам вручил в Рио министр образования и науки Алтайского края Александр Житких. Он отметил, что победа в конкурсе – это не только способ заявить о себе, но прежде всего возможность передать свой опыт ученикам, коллегам и всему сообществу. И о спорте. Алтайский боксер Никита Сабо стал лучшим на Всероссийском фестивале спортивных единоборств. Он прошел в Ижевске. В соревнованиях по боксу среди спортсменов 2003-2004 годов рождения участвовали 147 человек. Среди них были 10 представителей спортивной школы «Алтайский ринг». Никита Сабо стал победителем. Он выступил в весовой категории до 75 килограммов. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня.